Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео я, Пашкевич Анна, и мы с вами поговорим о такую тему, чем же подкормить перцы в конце лета, в августе месяце, для того, чтобы он еще в сентябре вас радовал активным плодоношением и дружным созреванием плодов. Наверняка у многих из вас ситуация на растениях перцев следующая. Отплодоносил первый ярус перцев и уже сняли плоды. Наверняка уже созревает или дозаривается второй ярус плодов и активно цветет и нарастает третий ярус плодов. Нам необходимо сформировать подкормки перцев таким образом, чтобы способствовать лучшему созреванию тех плодов, которые уже зреют, лучшему росту и созреванию тех плодов, которые завязались, ну и, конечно же, помочь тем бутонам, тем цветкам, которые сейчас вступают в фазу светения и завязывания плодов. По-прежнему перец будет наждаться в небольшом количестве азота, порядка 10-12%. Если мы говорим про чисто минеральное удобрение, то это может быть диамофоска. Она будет сравнительно хорошо растворяться и всасываться корнями растений. Помимо этого можно использовать комплексные минеральные удобрения с сравнительно небольшим содержанием азота или органоминеральные. В среднем, еще раз напомню, чтобы содержание азота было порядка 10-12%. Для того, чтобы поддержать растущие, наливающиеся плоды, зреющие плоды, необходимо уделить внимание калийным подкормкам. Для этого можно использовать из минеральных удобрений сульфат калия или монофосфат калия из расчета 10-15 граммов на 10 литров воды и проливаем по 0,5-1 литру под одно растение. Также можно дополнительную часть калия извлечь из такого препарата, который называется гумат калия. Мало того, что в нем содержится порядка 12% этого элемента, так еще гуматы будут способствовать лучшему усваиванию тех минеральных компонентов, которые вы вносите при минеральном питании ваших растений. Если вы все-таки приверженец органического земледелия, то, конечно же, снова обращаемся к различного рода зеленым удобрениям, которыми вы пользуетесь и продолжаете пользоваться на протяжении всего сезона. Помимо этого, не забываем включать в рацион питания перцев на стадии плодоношения, созревания и светения микроэлементов. В частности, перцы будут хорошо отзываться на такие элементы, как бор и цинк. Их лучше вносить в хелатированной форме путем обработок по листу. В среднем раз в 2-3 недели. Еще один элемент, который необходим и который любим перцами, это кальций. Зачастую опытные агрономы вам скажут, что перца это растение кальция. Его нехватка или отсутствие проявляется в виде вершины гнили, которая на перце имеет вид загнивания с кончика плода или с боковых каких-то частей плода. Спутать это проявление ни с чем невозможно. И поэтому, чтобы предупредить его появление или развитие, необходимо обязательно обеспечивать растение перца кальций содержащими препаратами. Если мы говорим о минеральных удобрениях, то это кальциевая селитра из расчета 10 грамм на 10 литров воды. И обильно проливаем, желательно по влажной почве. Внесение кальциевой селитры даст результат буквально через 2 недели. Но для того, чтобы сократить срок ожидания, лучше, конечно, провести кальциевую подкормку с использованием кальция в хелатированной форме. И лучше это сделать также по листу. Совместить можно с микроэлементами, например, с бором и с цинком. Также напомню о том, что большое содержание кальция, так же как и кария, будет характерно для золы. И ни одно минеральное удобрение по содержанию активных компонентов не сравнится с золой. Поэтому включаем в рацион питания наших перцев зольные настои и полив под корень. Кормить перцы лучше с каждым поливом. Как вы помните из более ранних роликов, перец относится к влаголюбивым культурам, которые необходимо поливать буквально через день, ввиду того, что у него поверхностная корневая система. Поэтому можно составить для себя схему кормления перца. Сначала проливать растения, а затем вести подкормку условно первый раз кальций, содержащими препаратами. Со следующим поливом это могут быть кальций, содержащие препараты. Со следующим поливом это могут быть какие-то азо, содержащие компоненты. И так далее. Либо можно комбинировать и готовить баковые смеси. Но иметь ввиду, что некоторые минеральные компоненты не смешиваются между собой. Например, как кальциевая селитра и сульфат калия. Которые реагируют, выпадают в нерастворимый осадок. И от такой подкормки совместно этих двух удобрений нашим перцем никакого проку не будет. На этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, информация будет для вас полезной. Как и для ваших перцев, хороших вам урожаев. И до встречи на канале Про Цветок.